Здравствуйте! Это новости Дагестана. Студия Джамиля Шарипова. И вот главные темы. Подписано соглашение между правительством Дагестана и компанией «ГАЗ». Повлияет ли документ на улучшение ситуации в социальной сфере? Об этом сегодня в выпуске. Дагестана. Более 150 рафторов на Аварском кольсу. Спортивный сплав прошел в Дагестане. Сюда приехали спортсмены из разных городов страны. Семь из десяти возможных. Дагестанские вольники продолжают покорять победную поступь. В Каспийске подведены итоги турнира памяти Али Алиева. Правительство Дагестана и компания группы «ГАЗ» заключили соглашение. Документ предполагает расширение взаимодействия между республикой и предприятием, в том числе в части приобретения техники. В рамках встречи предприятие продемонстрировало выпускаемый общественный специализированный транспорт. Подробности расскажет Патимат Ханапова. Коммунальный, пассажирский и медицинский транспорт. Здесь в рамках выставки на площади было представлено большое разнообразие техники от компании «Группа ГАЗа». Соглашение, подписанное между сторонами, позволит республике в будущем приобрести их на выгодных условиях. Те новые модели, которые мы на сегодняшний момент выпускаем, могут быть задействованы абсолютно во всех страслях хозяйства республики. И, собственно, приехав сюда показать те возможности, которые есть у группы «ГАЗ», найти те точки соприкосновения, которые были бы интересны обеим сторонам, с точки зрения того, как повышать уровень качества жизни населения с использованием техники, производимой нами. Местным властям уже приглянулось несколько специализированных автомашин. Так, Салман Дадаев осмотрел маршрутные такси. Они оснащены системой вентиляции, более просторной и смогли бы улучшить качество пассажирских перевозок. А Сергей Меликов, в свою очередь, хочет решить наболевшую проблему в сфере ЖКХ приобретением габаритных мусоровозов. Для нас это очень важно, потому что вот сейчас, отрабатывая новую схему по обращению с твердыми коммунальными отходами, мы понимаем, что в этом отношении нам могут быть предложены варианты техники, которые действительно способны под нас, под высокогорные районы, под села, в которых, собственно говоря, никогда раньше техника не убирала мусор. Мы сейчас же хотим прийти к цивилизованному обращению с твердыми коммунальными отходами. Стороны надеются, что данное соглашение будет эффективным и позволит создать комфортные условия для жителей региона. Техника, производимая компания, поможет решить проблемы не только в социальной сфере, а также в промышленности и обороне. Ватимат Ханапова, Магабет Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Прокуратура Кировского района города Махачкалы выявила нарушение прав пенсионеров. Как было установлено ранее, в Управлении пенсионного фонда по республике через почтовую связь обратились четверо пенсионеров с заявлением об изменении способа доставки пенсии. Фонд, в свою очередь, не принял заявление граждан, ссылаясь на необходимость нотариального свидетельствования подписи и установления их личности. По данному факту была проведена проверка работы регионального отделения пенсионного фонда в Кировском районе. В целях защиты нарушенных прав пенсионеров прокуратура района, начальника управления пенсионного фонда внесено представление по результатам рассмотрения. Нарушения законодательства устранены. Доставка пенсии пенсионерам производится по их выбору через подразделение почтовой связи. Причиной отказа в заявлении, по словам представителя пенсионного фонда, послужило участившееся мошенничество с пенсионными переводами. В связи с этим пенсионный фонд проводит тщательную проверку всех почтовых заявлений и требует удостоверения личности отправителя. Вот у меня обращение к пенсионерам, которые как будто от их имени, которые написаны. Вот они. Это не только, это около 200 чем-то их поселительствовали. Когда мы проверили, ни одно заявление не оказалось, что написал пенсионер. Если пенсионер сегодня официально через клиентскую службу, через свой личный кабинет, удостоверяя свою личность, пенсионный фонд обоснованно письмо поступит, заявление поступит, а переведет его на другую доставочную организацию или Сбербанк, ни разницы не бывает, Россельхольдбанк, Ветебе, их же очень много. Ни одно заявление, максимум один месяц рассмотрения заявлениями его перевода. 90-й день рождения отпраздновала ветеран труда Полина Борисовна Фельчукова. Полина Борисовна приехала в Махачкалу в году Великой Отечественной войны из Одессы, проработала много лет на заводе радиотоваров, выступала с песнями на мероприятиях, принимала активное участие в культурной жизни города. За активную жизненную позицию и в честь юбилея Салман Дадаев отметил ветерана почетной грамотой города. Поздравить именинницу прибыл первый заместитель главы Махачкалы Мавледин Маликов. Также для Полины Борисовны организовали праздничный концерт. Вспомнили обо мне. Я вам очень благодарна. Спасибо. Я вам всем здоровья желаю, успехов в жизни, прожить тоже долгую жизнь. В Махачкале в усиленном режиме продолжается дезобработка контактных поверхностей. 30 мобильных бригад специалистов городских служб два раза в день обеззараживают проезжую часть и тротуары городских улиц, дворовые территории, фасады, подъезды домов и места накопления бытовых отходов. Для обеззараживания используются средства, безопасные для людей, животных и зеленых насаждений. Сегодня бригады МБУ-1 Махачкала дезинфицировали все контактные поверхности и тротуарные покрытия на территории Радобского бульвара. Пиковый температурный показатель в 36 градусов был зафиксирован в северной части Махачкалы. По информации гидромедцентра республики, с середины июня с пустынных зон Пакистана и приграничной территории Ирана на территорию Дагестана прорвались теплые воздушные массы. Именно это объясняет резкую жару. В Дагестанском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды заявили, что у махачкалинцев не должно быть повода для беспокойств. В ближайшие дни температура воздуха в столице и ее окрестностях приблизится к норме. С сегодняшнего дня идущие с северо-запада воздушные массы будут способствовать падению температуры до 27 градусов. Кроме того, будут ливни и грозы. Метеорологи допускают и в предстоящем июле отдельно взятые дни жару до 35 градусов. Но погода будет в пределах многолетних норм. Температура воды в Каспийском море также продолжает расти на протяжении трех посредних дней. Она достигла 25 градусов. По прогнозу, дагестанская синоптика всегда считалась и считалась самым лучшим в России. Наши гидропрогнозисты сами имеют высокую результативность по оправданности. Учитывая наш рельеф, нашу орфографию, географию, они специально высокие квалификации. То есть сама природа их заставляет, учитывая, что на такой маленькой территории, вот Махачкала, гора, равнина, море. Это все сказывается. А правильный краткосрочный прогноз, наших синоптиков уже где-то с 2010-х годов превышает 95-96%. В связи с сильной жарой администрация Махачкалы организовала раздачу бутилированной воды. Жители и гости столицы могли получить ее, находясь в любом из городских парков. У входа в центральную Джума-мечеть, на троллейбусном кольце, на пересечении густонаселенных улиц центра Махачкалы. Акцию организовало Управление торговли, предпринимательства и рекламы городской администрации. Рафтеры со всей России приняли участие в фестивале рафтинга, посвященном столетию образования ДССР. Профессиональные спортсмены и гости из Москвы, Уфы, Казани, Липецка и других городов России и Дагестана покоряли воды реки Аварская и Кайсу. Всего сплавились более 20 команд, в каждой из которых по 6 человек. Кроме сплава, в финальный день фестиваля прошли турниры по национальным видам спорта. Выставка народного творчества, конные скачки, прыжки на параплане, национальные майданы демонстрировали многообразие быта и кухни народов Дагестана. По словам организаторов Минтуризма, такие проекты расширяют дружественные связи, развивают туристический потенциал региона и пропагандируют активные виды спорта. По завершению двухдневного фестиваля победителям спортивных турниров вручили ценные призы. Всех гостей угостили блюдами национальной кухни и подготовили праздничный концерт. Я искал на карте, где можно найти большую воду, большой объем воды, водохранилище. Единственное, где на Кавказе я это нашел, это Дагестан. Здесь можно кататься круглый год, так как благоприятные погодные условия. Можно приехать в январе, в ноябре, в декабре, взять с собой лодки, привезти кататься. Идея даже в том, что может быть здесь организовать какой-то кэмп, чтобы люди тоже приезжали кататься, показывать им республику. И местные, я думаю, тоже им это может зайти и понравиться. Так что приходите, приезжайте в Дагестан, катайтесь на лодках. В Дагестане стартовал 19-й международный фестиваль фольклора и традиционной культуры «Горцы». За время своего существования мероприятие стало одним из ярких культурных событий в жизни республики. В его рамках артисты из разных регионов России, а также зарубежной делегации, представляют свои национальные костюмы, народные песни и танцы. Мы очень рады всем гостям, которые приехали на наш фестиваль. Все очень охотно, с большой энергией, с большой радостью выступили сегодня. Мы сохраняем все меры предосторожности. Мы стараемся все, что проходит на фестивале, сделать безопасным. Коллективы продемонстрировали широкий и многогранный спектр народного искусства. От самобытных традиционных песен и танцев до произведений народной культуры в современной обработке. Фестиваль «Горцы» продолжит свою работу до 5 июля. Семь золотых из десяти возможных. Триумфом российских вольников в Каспийске завершился международный турнир памяти Али Алиева. Награды на 51-м по счету мемориале пятикратного чемпиона мира оспаривали более двухсот спортсменов. За ходом событий средил Курбан Рагимов. Каскад приемов и контратак. Дагестанское дерби за золото в весе до 65 килограммов не оставило равнодушным никого. Абдулмажид Кудеев и Рамазан Ферзалеев на двоих набрали 21 балл. Более результативным в схватке земляков оказался Кудеев. К слову, этот вчерашний юниор выбил из борьбы призера чемпионата мира из Индии Бажранга Пуния. Ну, я хотел выйти, загнать его и все. Да, я его ходил выигрывать. Но я хотел выиграть. Не так хотелось выиграть, что у него травма. А до конца отбороться, проверить себя. Ну, победа есть победа. Да, да. Желаю ему здоровья, чтобы на Олимпиаду остановился он. Бажранг Пуния был далеко не единственной звездой этого Алиевского турнира. За месяц до Олимпиады проверить свои силы на ковер вышел капитан российской сборной Абдул-Рашид Садулаев. Одержав 4 победы, полутяжеловес снялся с финала. Так, на первую ступень педестала поднялся призер игр в Рио-де-Жанейро Магомед Ибрагимов, представляющий Узбекистан. Состав участников Олимпийского турнира в этом году впечатляет. Олимпийцы, чемпионы мира и Европы разных лет. Всего 16 команд-участниц. Хозяева ковра дагестанцы в числе главных фаворитов. Очередной мемориал пятикратного чемпиона мира Али Алиева собрал чуть более 200 борцов. Иран, Польша, Беларусь, Азербайджан, Германия и страны Азии. У турнира «Богатая история» проводится в 51-й раз. В свое время состязания были трамплином в большой спорт для многих олимпийцев. В том числе и для министра спорта республики Сажида Сажидова. Он пятикратный победитель этого турнира. Для меня лично это было всегда престижно. И мы очень тщательно всегда готовились. И поэтому выступать для наших ребят у себя дома и перед своими. Сегодня, к сожалению, нет тех болельщиков, которые бывали на предыдущих турнирах. В сегодняшней ситуации их было ограничение сделано. Поэтому все равно этот турнир остается класса, высшего класса. Поэтому, я думаю, каждому спортсмену очень престижно здесь мысли. Российские вольники по итогам двух дней выиграли в домашнем турнире семь золотых наград из десяти возможных. Остальные медали высшей пробы отправились одна в Иран и две в Узбекистан. Вторую награду для этой азиатской республики принес также дагестанец Жавраил Шапиев. Воспитанник школы борьбы Каэ Кента стал первым в самой многочисленной категории до 86 килограммов. Победителей турнира ждали денежные премии. Кроме того, региональная федерация борьбы и Минспорта учредили дополнительные призы для триумфаторов в легких весовых категориях, где в свое время выступал сам Али Алиев. Курбан Рагимов, Нурмагмед Магомедов и Паризат Сирожудинова, телеканал ННТ, Каспийск. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова